итак родные сегодня мы пойдем в интересную мысль мы будем продолжать у нас такая темка интересная началась несколько воскресений о сыновстве об отце одна из очень уникальных тем да и мне хочется продолжить немножко в этой тематике пока дух свят у меня держит в этой теме и так тема называется возвращение сыновей в измерении отца то есть он хочет тебя вернуть к себе вы знаете у меня когда-то когда еще был намного моложе христианин у меня всегда была дилемма бог приди бог помоги но почему ты меня не слышишь но где опять бог знакомая ситуация знакомая ситуация вы знаете и меня всегда был вопрос бог ну почему ты так почему так пробуксовывает царство на земле вы знаете и у меня вот вот если на этих вопросах и родилась эта тема из из отношений с духом святым и его ответов на эти вопросы я просто говорю господь скажи мне пожалуйста почему так все тяжело идет на этой земле и ответ был очень уникальным и сегодня я разложил этот ответ в целую тему и поделюсь с вами ответ был настолько уникален что это даже взяло меня время немножко посидеть и подумать над этим дух святой мне очень просто сказал сын ты просишь меня прийти туда откуда я вас хочу увезти доброе утро цирк ты просишь прийти бога на территорию из которой все его желание вся его жертва была чтобы вывести тебя из нее внимательно слушайте сейчас по умолчанию эта земля все что на ней происходит это не наша территория обитания поймите что говорит библия ходя по земле мы не часть земли пребывая здесь это не наш дом другими словами мы хотим построить богу кущей а он хочет тебя взять в славу если вы услышали что я сейчас говорю все же знаете опять же это мой разговор с богом я не знаю как вы к этому отнесетесь но это 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 мои мысли это мой разговор и я говорю господь что ты хочешь вы знаете мы мы всегда хотим бога стянуть в долину а он зовет тебя на гору вы понимаете что это два разных измерения и абсолютно два разных движения есть только два типа христиан об оба обе категории спасены обе категории с богом и он любит обе но в одной категории бог абсолютно лимитирован а у другой категории бог не имеет никакого лимита вообще все зависит от того кто управляет и посажен на сердце твоего трона кто находится на сердце твоего кто управляет твоим сердцем твоим сердцем управляет дух бога ты стремишься к нему или твоим сердцем управляет душа и ты желаешь перекрыть все кто-то мне как-то сказал как почувствовать что ты уже перешел в другое измерение когда это измерение больше не имеет никакого влияния и эффекта на тебя как узнать вы знаете как я узнаю когда я начинаю охладевать когда в меня начинают проликать заботы страхи неуверенность суета и список можно продолжать кто-то слышит меня как я знаю что я выхожу из этого это перестает иметь вообще значение бог не пришел сюда исправить каждую вещь все сделать иисус миссия христа пришел христос он как вам сказать он наш пример куда ни иди он наш пример пришед на землю он сделал что-то что мы до конца не понимаем нам кажется что иисус пришел изменить эту землю а он как я вообще не от этого мира и вообще не от этого царства я совершенно житель другой территории и он это вообще не то где я пытаюсь вот где поймете ученики вы знаете что церковь по сей день желает иисусу построить трон на земле вы не услышали меня ровно как ученики христа ходили за ним думая что вот-вот вот-вот иисус будет президент вот-вот и римская империя падет перед ногами иисуса вот-вот все фарисеи заткнуться наконец-то кто-то слышит меня знаете ли вы что церковь наших дней продолжает по сей день строить иисусу трон и приглашать его быть президентом на этой земле а он этого не планировал и делать не собирается он пытается перевести тебя совершенно в другое измерение где ты не выживаешь как узнать что я живу не там ты живешь или ты выживаешь а вот здесь вот вопрос это уже лично к тебе не надо на него отвечать ты живешь или ты выживаешь что это значит ты просыпаешься и начинается денег нет там нету сверху нет двери закрыты там нет ума нет ничего нет и все другими сами семья что такое выживающая субстанция выживающая субстанция это та субстанция которая по изначально находится не на своей территории еще раз повторяю когда ты вынимаешь мы с вами как рыба вынутая из воды из эдема вы знаете да что наше место рождения и управления было эдем эдем это не только физическая сфера эта сфера управления где бог и человек обитают вместе мы как рыба вынет вынутая из воды бог говорит я открыл вам возможность назад в океан а мы говорим а ты просто пролей на меня бутылку воды алё служение уже началось кто-то услышит с кто-то слышит бог говорит я зову тебя вместо твоего обитания где ты доминируешь и управляешь по умолчанию где ты победитель а мы говорим бог слишком но это я в воду нырну это что-то только ты и все господи а мне хочется и тут шурнуть и там шушнуть и там пока дай мне лучше вать бризни на меня чтобы я еще на пляже полежал я когда-то бы я когда-то любил ловить рыбу я сейчас я ловлю но я сейчас ловлю другую рыбу когда служения не было я любил и вы знаете я помню мы наловили рыбу у нас некуда ее было складывать она лежала в лодке мы на лодке на заливе ловим рыбу вытаскиваем там камбала там что там ловится бычки вытаскиваем просто бросаем в угол такое местечко в лодке я и тогда еще мой сын был маленький сын он любил со мной на рыбалку и пока мы ловим я говорю сын у меня нас нет кулера у нас нет места куда рыбу складывать у нас нет льда но рыба надо чтобы она была живая до того как мы закончим рыбалку кто-то понимает рыбаки поймут эту боль я знаю и я говорю сынок каждые где-то минутку-две зачерпываешь ведро воды и просто поливаешь эту рыбу просто брызгаешь на них чтобы они и вы знаете сынок на этих брызгал брызгал потихонечку брызгал чтобы они там где-то в уголочке там не вне померли и рыба лежит и бог не напоминает вот это говорит сейчас так выглядит моя церковь мы и не там и не там мы где-то где нам хватает влаги чтобы не сдохнуть но у нас абсолютно нет силы побеждать доминировать и управлять мы где-то между пытаемся усидеть на обоих стульях семья до каких пор мы будем играть и заигрывать с этим миром или шаг в бога или не напрягайся уже греши уже чуть тебе ворочиться просто попроси бога чтобы не сдохнуть не покаявшись как я у писятника молился господи чтобы знаете у тебя всегда циклы покаяние грех покаяние грех господи чтобы я сдох во время покаяния потому что если ты согрешишь и сдохнешь я в ад попаду я не хочу так не хочу пусть цикл покаяния и моего отшествия с этой земли совпадет с моим чистосердечным покаянием только покаялся шмяки тебя нет аллилуйя и ты проснулся там старцы тебя будет уже вставай вставай все нормально ты дома аллилуйя семья это жизнь я когда-то богу сказал я отрекаюсь выживать я хочу понять что мне сделать у меня была мечта мне было все равно что сделать я хочу понять как все работает и я хочу жить как жил иисус кто-то слышит меня почему он же дал нам пример я не хочу тратить мою жизнь выживая с копейки на копейку с каких-то тут их и постоянно ты задействован раны боль предательство и ты весь вот в этой суете выживаешь бог говорит сделай шаг в сторону сделай шаг ко мне и знаете что самое интересное произошло бог не забрал проблемы он забрал эффективность проблемы на меня проблемы перестали действовать и иметь эффект на мою жизнь то есть что-то есть но твой дух переведен в позицию доминации и это уже не имеет значения когда ты в духе ты смотришь на эту жизнь глазами зрелого в духе это как ты приходишь вы знаете вот и на недавно внучки купили набор кухни знаешь вот кухня там все оно все такое пластиковое знаешь вот кухня кухня и и и они все это разложили и ты заходишь а у них там все по серьезному идет бог говорит вот что значит вышел когда для тебя вот этот мир становится пластиковым он на тебя не имеет эффекта мы с вами страдаем и мучаемся не из-за того что мы страдаем и мучаемся а из-за того что на страдание и мука до сих пор являются частью нашей жизни когда ты выходишь из этого она теряет на тобой эффект и контроль бог не хочет дать тебе больше денег чтоб ты расплатился с долгами и понабирал новые бог хочет вырвать твое даже отношение как будто это что-то серьезное просто вынять из твоего сознания и сказать я твой эль шадай и когда тебе что-то надо у тебя оно будет семья как вам сказать бог предназначил своих детей жить на легке и как апостолы говорили я ничем не обладаю но все имею что это значит это значит я когда-то наблюдал хронику американских войск которые шли опять где-то совать свой нос и доводить порядок я я сейчас не буду туда идти я о политике не люблю говорить я смотрю выбрасывается опять знаете самолетов а американская армия я смотрю думаю господи ну окей выбросились они ну с автоматом они аллилуйя ну каска есть и потом я смотрю как только они выбросились сразу через буквально пару часов летит другой самолет который сбрасывает танки джипы палатки еду я такой вау бог говорит вот так и я со своей церковью работаю ты принадлежишь мне но когда что-то надо тебе я забочусь о тебе я сбрасываю то что тебе нужно для достижения той мечты и цели которую я в тебя вложил знаешь почему мы мучаемся потому что мы себе придумали план жизнь и цель и теперь мы спонсоры всего что мы придумали ты господи благослови он говорит а я тебя туда не посылал вот у тебя есть пистолет иди справляйся с этим пистолетом иногда мы думаем господи почему ничего не работает первое послал ли тебя туда господь ну я так думаю господи знаете мы хотим предложить богу план который он благословит а он говорит давай мы будем по-другому ты свернешь этот план и я тебе предложу свой который уже благословен какое откровение господи это значит что как только где бог сказал это моя позиция с того момента когда я поверил что это моя позиция то что я делаю это я ушли все нужды все проблемы я больше ни о чем не переживаю люди говорят пастор а если все закончится я говорю значит миссия бы закончилась честь имею значит у бога есть какая-то другая аллилуйя кто-то слышит меня но из-за того что мы строим свою жизнь мы должны заботиться об обеспечении нашей жизни и поэтому мы всегда стягиваем бога в наши планы бог прийди бог благослови и там опять на тебя знаете со спринцовки и ты на неделю хватит эта рыба лежит там жабрами хлопает и и пытается что-то тут управлять бог говорит я не дал я не собираюсь другими словами он бог не собирается утопить эту землю он собирается тебя вернуть в воду вот почему князь некоторые герои бог приди бог говорит да я уже пришел выйдите сюда выйдите сюда да ногами вы будете ходить по земле но вы будете ходить из другого измерения вы будете управлять из другого измерения вы будете жить думать вы будете счастливы не потому что всех голодных накормят а потому что ты станешь над этим это перестанет иметь эффект на тебя вообще ты начнешь на мир смотреть глазами бога они глазами жертвы господи где ты где сидел там и сидит господи услышь слышит но реагирует исключительно на веру и на сыновей ты со мной или не со мной пару человек со мной слава тебе господи итак очень быстренько два измерения бог давно это уже показал просто сейчас это переведено есть святое есть святое святых помните да скиния моисея и мы с вами примерно наблюдаем бог уже тогда в примерах показывал нам что это такое знаете ли вы что бог не находится в святом он живет во святом святых святое мы не говорим за внешний двор мы не говорим за мир мы говорим за два измерения святое святое святых здесь происходит всякого рода служение приготовления хлеба всякие вещи но там вот в том измерении живет бог и нам нужно понять вот эти две вещи то есть бог всегда вот почему бог восстанавливает скинию давида помните на амоз 9 11 он восстанавливает все разрушено почему потому что скиния давида это убранное что такое скиния давида это полностью убранное святое аннулирован полностью а измери целое измерение аннулировано кто это слышит мне то есть святое это то куда мы хотим пригласить бога а бог всегда ждет нас из святого в святое святых и когда бог говорит вот почему он говорит я восстановлю скинию падшую скинию давида потому что бог не просто тебя выводит а его мечта аннулировать и перевести тебя полностью в его измерение сыновей он не хочет просто тебя благословить он хочет тебя ввести к себе он хочет тебя посадить рядом с собой он хочет как отец научить тебя управлять как управляет отец небесный кто-то понимает цель отца ввести сыновей в наследие не просто прийти и помочь нет ввести тебя вывести тебя из душевного плотского измерения ввести в духовное обучить и посадить рядом и научить тебя как адам в самом начале управлял творил и все делал из эдема и отношения с богом эдем это оригинальное святое святых кто-то понимает о чем я говорю что такое эдем если честно вот просто сказать эдем это оригинальное святое святых где бог и человек взаимодействуют разговаривают общаются и человек учится и практикуется ты за мной вот это есть эдем бог тебя туда возвращает на данный момент мы живем с вами во время испорченной модели церкви люди говорят но когда церковь пойдет дальше церковь исчерпала модель эту то понимает да бог как вам сказать я когда богу да господь говорю двинься он горит все что я хотел все что я мечтал я больше не могу сделать он говорит теперь я жду вас совершенно в другом измерении он мы сейчас это в библии прочитаем тоже поверьте библия четко об этом говорит и показывает это то есть есть моменты где бог с тобой и это этапы я не говорю о том что измерение это не от бога нет оно от бога но он хочет сейчас своих сыновей перевести в зрелость он хочет тебя не просто дать тебе исцеление он хочет дать тебе силу другими словами он говорит все даю вам власть над всею силу и врага кто-то понимает мы хотим бог научи меня бить в нос а он говорит а я хочу дать тебе власть что бить никого не надо тебе просто все подчиняются кто-то понимает мы просим бога научить нас драться а бог говорит я хочу научить вас доминировать и властвовать если вы поняли кто-то понимает о чем мы говорим бог бог я уже научился с болезнями сражаться он горит выше выше сынок молодец выше 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 иди туда где болезни подчиняются иди туда где болезни не касаются кто-то понимает о чем иди он я приглашаю тебя туда да это процесс от силы в силу от славы в славу как от его духа мы преображаемся в тот же образ кто-то понимает да то есть это процесс позволь ему он ищет личности и атмосферы это те кто пришли к окончанию себя и естественно большей вошли в полную исчерпанность я помню некоторые говорят вот как туда войти вы знаете искусственно туда я помню я понял одно что искусственно туда войти нельзя я знаю одно что много много лет назад был момент где я исчерпался полностью как вам объяснить я говорю господь что со мной происходит он говорит перед тем как небо начнет течь очlas из тебя говорит ты должен полностью исчерпаться и не то что я откладываю ты не сможешь из себя больше эти ты полностью мертв и исчерпан кто-то слышит меня другими словами пока твоя бутылка с водой не иссякнет бог не может налить туда свою жидкость и вот это наша жизнь и как войти туда чем быстрее вот это иссякнет тем быстрее отец даст тебе что-то совершенно другое даст безлимитное где это происходит в преследовании его семья я опять говорю сейчас битва идет именно за тайную комнату которая как мы говорим всегда она не является физическим местом идет битва за определенную атмосферу в которой бог зовет своих сыновей и дочерей идет именно битва за это место дьявол хочет держать тебя подключенным к этому миру и ко всем новостям бензин поднялся дома дорогие какая разница он просто даст тебе больше денег инфляция какая инфляция и вот поэтому мы господи а зарплата при чем тут зарплата он просто даст тебе все или бесплатно и или даст тебе денег чтобы это приобрести то есть благословение это не деньги благословение это открытые двери это неисчерпываемый источник семья ну а как он включается когда я уволятся вы знаете я недавно выставил маленький такой ролик где мы говорим о бог я твой сын а бог и бог не четко сказал мой ли ты сын потому что сыновья всегда исполняют волю отца посмотрите на иисуса христа вот если мы действительно мы говорим бог я я твой сын действительно ли ты его сын просто задай себе вопрос мне бог задал этот вопрос мне стало печально насчет себя семья серьезно я покаялся он грей и бог нет дух святой мне четко сказал если ты мой сын ты исполняешь волю небесного отца ты делаешь что что отец тебя просит другими словами когда мой сын живет в моем доме он абсолютно семья подчинен моей воле он делает то что я прошу так это земной дом можете представить насколько сильнее дом духовный если ты кричишь я его сын что ты делаешь для царства отца ты хочешь о я ничего не делаю тогда вопрос сын ли ты потому что отцом обеспечивается сын функции и на деле которое отец его посылает опять говорит о это не я иисус наш пример что иисус делал вне отца напомните мне ну вот что-нибудь вот напомните мне если мы кричим иисус ты мой пример ты мой бог я хочу стать подобным тебе не правильно ли будет переосмотреть свою позицию сына и дочери покаяться в том что я лоботряс и лентяй и попросить его указать что делать и как строить его царство алё чё такая тишина я куда-то попал или чё ты со мной дыши нормально папа тебя любит даже если ты сын он тебе тоже скажет задание убрать игрушки навести порядок в своей комнате все равно ты даже в таком возрасте исполняешь воли отца и когда мне богом было открыто сын охрана здоровья благословения только там когда ты мой сын послан на мою миссию строить моё царство когда ты живешь своей жизнью перестань винить бога в том что у тебя что-то не получается ты живешь своей жизнью а значит обеспечивать будешь все сам аминь сам бог я сын благослови бога какой кстати ты себе это придумал ну да так благословляй себя делай я уверен что если бы иисус сказал папа можно месяц отдохнуть и ты смотришь там селфи начались иисус на пляже скажите смешно даже слышится я не говорю о том что он хочет лишить тебя удовольствия нет наоборот самое огромное удовольствие это внутри его призвания себя некоторые не говорят так это же у меня все забирается нет это сейчас ты мучаешься когда ты входишь все расцветает ты просто начинаешь входить в красоту и дизайн для чего ты и я сотворён это знаешь как вот телефон я помню телефон и потом я заказал кейс вы знаете я думаю у вас такое было я заказал не тот кейс у меня телефон побольше а я заказал маленький я помню сижу но думаю знаете ну славянин я думаю растянем а он короче там реально там ну где-то ну на сантиметр наверное точно я растянул думаю какой кошмар камера не совпадает с дыркой я думаю думаю ну знаете мы мы с вами славяне мы так не любим вот это опять все сдавать начинать сканировать ехать перезаказывать сделай и я его и так и сяк думаю может подрежу а сын не говорит подрежешь не сдашь уже не сможешь сказать что кейс не подошел а что ты его резал иногда мы с вами вот так просто знаешь и вы знаете самое интересное а потом я все-таки думаю ладно буду как нормальный человек сдам это все упакую назад и закажу новый и как только я заказал новый кейс знаете пришел кейс я такой вставляю и у него такой о он зашел это он вот это мы с вами ты всю жизнь пытаешься натянуть что-то к чему не подходишь не ты не оно к тебе и ты бедный суешь его она никуда не входит ничего не подходит все растягивается все господи благослови он говорит не могу он говорит я уже что-то благословил другими словами уже что-то по дизайну создано которая не будет мучиться она просто подходит и бог не говорит сынок можете представить я вот бог и я как-то не предусмотрел когда я создавал тебя для тебя место функции и предназначение вопросов прок запамятал о как раз тебя не врубил и такой господи а что мне делать ну иди придумайте это же глупо семья дизайнер каждой бабочки каждой мурашечки каждой пчелки придумал место предназначения и это пчелка она наслаждается исполняя свою функцию делая мед который ты потом украдешь и сожрешь но это другая история то есть она вот пчелка вот все что создана богом она создана мы с вами выпали и мы должны вернуться кто-то понимает мы как люди и бог говорит пожалуйста но обратись ко мне я же тебе расскажу да тебе будет поначалу господи а ты отдайся и когда я сказал отец я сдаюсь в твои могущественные мудрые руки пожалуйста объясни мне вы знаете оно как зашло и я помню то то что мне не нравилось начало нравиться и то что не подходило стало подходить и я потом понял почему мне эти части характера почему я это люблю это не люблю так вот почему господи почему я упёртый почему я прямой как дубина то есть я богу когда задал вопрос ну почему я во дворе больше всех получаю в лицо потому что я один единственный во дворе который не мог язык за зубами держать а потом я понял почему мне подарена эта функция став за кафедру я по а вот оно почему у меня постоянно морда была побитая в синяка господи я понял мне эта функция нужна была здесь чтобы без всяких знаете проблем этом не продавливаться религии просто стоять и говорить то что тебе бог сказал нравится нравится не нравится найди кого нравится не надо переделать никого имя люди пишут а почему тебе по-другому не проповедовать я пишу назад почему тебе не выбрать другого кто тебе нравится аргумент серьезных чё ты меня меняешь у тебя есть пульт у тебя весь контроль клык и нажал того кто тебе нравится я никогда не пойму как можно слушать того кто не нравится представь его включаю и сижу мучая переключи никогда не мог понять вот сидит и комментирует написал книгу комментарий это что это сколько надо энергии и времени смотреть что ненавидишь слушать что не нравится и потом целые полчаса письмо писать и потрать энергию на то что любишь я никогда не нажму на то что мне не нравится ну честно вот просто не нажму зачем я лучше нажму на готов серьезно посмотрю как коты там за движуха чем мне его смотреть но не нравится ну не нравится отпусти его на свободу ты здесь тебе хорошо а мне хорошо почему потому что я плаваю в своей воде если мучаешься мы за тебя помолимся это не те которые избрали люди двигаться не двигаться без бога это те которые больше не хотят не могут двигаться без бога исчерпанность это я прихожу в окончании себя богу нужно нас довести потому что если у нас есть план б мы всегда на него перескочим мы же люди у нас всегда в запасе что-то есть а бог дожидается пока план б б г д все все планы исчерпываются и ты себя и скажешь а теперь ты готов к моему употреблению вот у тебя еще кошмара не настало продолжая использовать план з а вот еще чуть-чуть а вот еще немножко а у меня еще осталось записной книжке телефон человека который меня не послал позвоню еще ему звание когда все пошлют позвони туда там всегда не там не занято там всегда слышат там всегда ответят что у нас тут двигаемся быстро итак заметьте этот принцип мы как по какой-то причине не видим движение бога без атмосферы бога вы заметили что мы не видим бога вот ты не будешь сидеть вот просто в атмосфере потом что-то раз и бог зашел нет вы заметили что сначала приходит атмосфера и потом все начинают его ощущать преклоняться перед ним другими словами бог хочет перевести тебя вот туда сделать тебя носителем этой атмосферы пробуждение движение слава всегда вытекает из атмосферы и чтобы сделать детки я хочу чтобы вы там жили и это не эта атмосфера этого мира вы должны взойти ко мне моисей взойди ко мне помните такую фразу взойди ко мне другими словами моисей должен был физически оставить что-то и взойти как прообраз в измерение бога где он получил все все картины будущее скрижали завету он все получил где в измерении бога бог не пришел сюда если ты действительно хочешь что-то от бога получить пойми что есть измерение в котором он ждет тебя там там ты там твой дизайн там твоя там твое употребление перестань выживать я отказываюсь выживать себя я отказываюсь выживать я отказываюсь выживать не важно сколько мне будет стоить я буду жить буду побеждать и буду доминировать я не собираюсь проигрывать я не собираюсь постоянно мучиться жить от покаяния греху от греха к покаянию это не моя жизнь это не моя жизнь чё тишина такая воздай славу иисусу это не твоя жизнь дьявол хочет чтобы ты это принял за норму откажись это не норма некоторые люди настолько за замучились вот в этом цирке жить что они говорят ну ладно уже будет как будет не вздумай принять это за норму потому что это именно план дьявола есть чтобы все это сделать нормой и чтобы ты перестал даже сопротивляться сопротивляться давайте прочитаем очень интересное место из библии пару моментов и я буду я буду закругляться езекииль 47 1 одно из моих любимейших мест здесь вы знаете это место я быстренько его прочитаю это дик бог и езекиилю показывает в уникальном видении что бог хочет от человека как он отмеряет эти стадии и как он приглашает тебя в новое движение давайте прочитаем любимейшие одно из моих любимых мест езекииль 47 1 он привел меня обратно к входу в дом и я увидел воду текущую из-под храма из-под порога к востоку фасад дома был обращен на восток вода текла из-под южной части дома южнее жертвенника он вывел меня через северные ворота и провел меня снаружи к внешним воротам что смотрят на восток а вода текла с южной стороны затем муж подошел на вас на восток из измерительной веревкой в руках и отмерил тысячу локтей потом перевел меня через воду которая была мне по лодыжку заметьте семья бог никогда не ведет тебя сразу куда-то он ведет тебя через процесс ты никогда не сможешь сразу занырнуть в самой последней стадии мы должны с вами пройти по лодыжку семья и я верю с вами мы с вами находимся в той стадии где мы вот-вот сейчас уже начнем не контролировать тем почему потому что посмотрите вот вот в этом месте из библии мне очень нравится здесь описываются два измерения суша и вода имя и здесь описан человек которому отмерено тысячу стадий который пока ты по лодыжку ты полностью контролируешь своим движением своим даже если ты хочешь остановиться ты остановишься ты хочешь двигаться дальше может двигаться дальше ты хочешь вернуться ты вернешься другими словами ты под полным контролем смотрите смотрите дальше по перевел меня через воду которая была мне по лодыжку отмерив то есть как только он тебя перевел идет следующая стадия отмерив еще тысячи локтей он перевел меня через воду которая была мне по колено. Отмерив еще тысячу, он перевел меня через воду, которая была мне по пояс. Он отмерил еще тысячу, но теперь это была река. Заметьте, это уже не было просто немного воды. Это была река, которую я не мог перейти. Что такое перейти? Я не мог больше контролировать и управлять. Семья, Бог ведет нас именно туда, где мы теряем полный контроль над тем, что происходит. Пока мы с вами еще управляем вещами, это хорошо, двигайся дальше. Потому что Бог тебя зовет туда, где невозможно больше будет контролировать, невозможно управлять все, что происходит. Ты в полном подчинении реки. Все. Течения тебя хватает, и у тебя больше нет шансов, контроля больше нет, и ты идешь именно туда, куда течет река. Семья, вот это мечта Бога. Хочешь ты узнать план Бога? Вот это план Бога для нашей жизни. Он ведет тебя по уровням и стадиям. Пока ты под контролем, потом по пояс, да, уже тяжело идти, ты уже 50 на 50, и потом тысячу стадий тебя полностью, больше ты контролировать ничего не можешь. Он отмерил еще тысячу, но теперь река была, которой невозможно перейти, потому что вода поднялась так высоко, что нужно было плыть, вброд эту реку не перейти. Итак, семья, вот это и есть цель Бога. Из-под храма текла вода. Последняя стадия — это именно та, где физические ноги человека больше не могли управлять. Все четыре стадии прямо сейчас существуют на этой земле. Есть люди, которые совсем немножко с Богом. Опять говорю, все спасены, всех Бог любит. Но именно последняя стадия — это то, куда Бог ведет свою церковь. Семья, вопрос. Иисус, кто строит церковь? Иисус. Спасибо. Это Его строение. Скажите мне, можем ли мы сейчас реально сказать, что церковь — это строение Иисуса? Еще нет. Отчасти, отчасти нет. Он ведет нас в полное, абсолютное послушание и подчинение, где больше ничего моего, ничего обо мне. Это все царь насчет царя и насчет Его царства. Смотри. А, Иисус! Как мне нравится это! Что меня привлекает в этом месте из Библии после того, как движение больше не управляет человек, больше не отмерялось тысячу стадий? Вы заметили, что больше не было еще одной стадии. Вот стадии шли, пока был контроль. Как только человек потерял контроль, больше никто ничего не отмерял. Это значит, это именно то, где церковь должна быть, где церковь должна находиться. Бог хотел научить своих детей полной синхронизации с небом. Когда облако стояло, вспомните, Израиль стоял. Когда облако двигалось, Израиль двигался. То есть, как Бог учил своих детей, они имели право двинуться только тогда, когда Бог двигался. Движение с Духом Бога и полная синхронизация с Духом Бога. Вот это то, куда Он нас ведет. В основном, все, что мы с вами знаем насчет церкви, нам открыто людьми. Семья. Как интересно. Все, что мы знаем насчет церкви сейчас, описано или открыто людьми. Можешь себе представить, Бог говорит, а я хочу, чтобы вы пришли ко мне, и вас хочет научить сам дизайнер церкви. Если вы услышали, семья, вот серьезно, вот то, что мы учим, считаем, это классно. Но представьте, мы переходим в сезон, где сам билдер, строитель будет церкви своей открывать. Некоторые люди говорят, о, церковь не там, церковь в самом прекрасном сезоне сейчас, семья. Мы сейчас с вами именно туда, куда ведет. Бог не потерял управление, не переживайте, без него ничего не произошло. Наслаждайся тем, что сейчас происходит. Просто двигайся вместе с веревочкой. Аминь. Вот отмерили и идем дальше. Отмерили и идем дальше. Потому что некоторые уже плывут, а некоторые еще в воду не зашли. Некоторые смотрят, ууу, как плывет, брат. Как тяжело. Как на него смотреть тяжело. Боже мой, что с ним происходит? Смотри, Господи, он потерял контроль над собой. Глянь, как молится. О, Господи, как это некрасиво выглядит. Конечно, тем, кто стоит на пляже, тот, кто плывет и больше не управляет своим движением, выглядит странно. Аминь. Так и для церквей, которые плотские, которые стоят на земле, ты совершенно выглядишь по-другому. И что это вы там новенькое опять придумали? А это не мы. Это Дух Святой. Заканчиваю, родные, заканчиваю, дорогие. Итак, нам нужно понять, что субстанция под названием церковь должен управлять только сам Иисус Христос. Аминь. Воздайте Ему славу себе. Давайте мы поднимемся. Я закончу. Просто пойми одно. Ты приглашен Богом совершенно в другую атмосферу. И когда-то Бог сказал мне, перестань меня просить прийти к тебе. Он говорит, я теперь бросаю зрелым сыновьям вызов. Прийти, взойти ко мне. И если некоторые из вас действительно ты понимаешь это, просто попроси Бога. Скажи, отец, дай мне эту возможность, чтобы быть полностью управляемым тобой. Я подчиняюсь тебе. Закройте ваши глаза. И просто скажите, Мой Отец, отмерь мне эти тысячу стадий. Я хочу идти в новое. Я не хочу удовлетворяться. Я не хочу быть частью этого мира. Да, я в нем живу, но я не собираюсь быть контролируемой страстями и похотями этого мира. Библия говорит, не любите мира, ни того, что в мире. Оставь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, разумением крепостью твоей и твоего ближнего, как самого себя. Возлюби. Я благодарю тебя, Папа. Я благодарю тебя, любимый. Я верю, что мы идем совершенно в другое измерение. Мы благодарим тебя, Бог. Мы подчиняемся тебе. Мы абсолютно, абсолютно зависим от тебя. Больше ничего нашего. Мы ничего не хотим. Желания ушли. Одно желание — исполнить волю твою. Мы хотим видеть эту нацию, которая будет трансформироваться, преображаться, изменяться. Когда дети Бога будут становиться мудрее, крепче, сильнее. О, спасибо тебе, любимый. Я верю, церковь сейчас входит в зрелость. И проблемы этого мира тебя больше не будут интересовать, потому что ты посажен со Христом на небесах. Ты совершенно видишь и думаешь по-другому. Ты совершенно все понимаешь по-другому. Ты смотришь глазами Бога на этот мир. Благодарим тебя, Иисус. Благодарим тебя, любимый Дух Святой. Спасибо тебе за твою милость. Веди нас. Мы абсолютно подчиняемся тебе. Мы абсолютно подчиняемся тебе. Мы ничего без тебя не хотим. Нам не интересно ничего. Мы жаждем тебя. Мы жаждем движения твоего. Мы жаждем откровения твоего. Корми нас своей рукой и своего источника. Благодарим тебя, любимый. Спасибо, родной. И все сказали Аминь. Воздаем славу.